Музыка Бурная река, отвесные скалы. Хорошо, что я не боюсь высоты. Хотя после Эльбруса здесь от силы 50 метров. Разве это много? Именно отсюда, с перевала Шадар-Скала или с перевал леса, мы начинаем знакомство с Северной Оси. Важнее тут, насколько узко, а не высоко. Это же древние тропы Кавказского каньона. Глядя вниз на ревущий поток, понятно, полет тут длится секунды, а ощущается, как вечность. Не буду проверять. Сотни легенд и народных сказаний подтверждают эту истину. Ведь в Северной Осетии, которая всего 8 тысяч квадратных километров, примерно столько же достопримечательностей. И хоть полденечка бы на каждую иметь. Сейчас мы едем к подножию гор, к входу Вологирское ущелье. Где находится памятник у Астерджи. Прямо у дороги, в скале образ грандиозных масштабов и совершенно немыслимый оригинальный в исполнении монумент. По традициям Северной Осетии имя этого бога я, как любая женщина, не могу произносить. Всадник, покровитель воинов, охотников, мужчин и путников. Каждый уважающий себя осетин считает своим долгом остановиться здесь, у святилища. Вознести благодарность. Поднять бокал без спиртного. За великого бога, дай бог нам здоровья, достичь счастливей этой трудной жизни, чтобы мы почаще встречались в таких красивых местах. Здесь есть святое место, чтобы он нас всегда сопутствовал. Куда бы ни ездили, на юг, на север, на запад или на восток, он всегда нам помогает, чтобы всегда сопутствовал. Не только нас, а всех, кто проезжает здесь мимо. И непременно нужно оставить в этом месте монеточку. Бросают нечетное количество денег. А, нечетное количество денег. Мужчины. Только мужчины. Мужчины, да. Вы отдаете мужчине, как он за нас бросает. За нас вы бросаете. Это собирается, идет на праздник. Сейчас можно быть уверенными, дорога окажется благополучной. Наш экскурсовод Ильдар со встречающей стороной ведет колонну к гордости осетинов, крепостям. И здесь гостей из далекого холодного края ждет новый сюрприз – приветствие сибирикам. В этом месте, где мы просто увидели этот грандиозный подарок автокрасноярцев, мы также хотим преподнести вам небольшой подарок от нас, от автокрасноярцев. Это такой символ нашего автопробега. Вы видели эти футболочки на нас. Теперь это футболка с автографами всех участников. Афтографика будет у вас. Подарок у вас символичный, замечает принимающая сторона. Сотни лет назад тут, в Солнечной долине, вы бы не встретили человека без оружия. Как говорится, хочешь мира – готовься к войне. И устав от постоянных набегов, осетины нашли способ защитить селение, изобретательно отражать атаки врагов. Вам кажется, что я выхожу из ущелья? Нет, на самом деле, это Дзибгийская оборонительная крепость 12 века. Местные жители построили ее специально для обороны села. Посмотрите, как удачно замаскировали. Практически отвесная скала, практически сливающаяся с ней искусственная стена, расщелины, в которых построены более мелкие башни. Невольно возникает вопрос, а как все это возводилось? Секрет северо-осетинского народа. Но в итоге эта цитадель ни разу за столько веков не была захвачена врагом. За каждую победу благодарили своего покровителя в храме. Подобные церкви есть в каждом осетинском селении. И образ с полотно с изображением всадника тоже. Стоп, а почему конь трехногий? Оказывается, число 3 для Северной Осетии имеет особое значение. Три бокала. Три старших за столом. Главный старший, его заместители. Правый, левый. Три ноги, стол, фыньк. Северо-осетины всегда были отличными воинами. И вся страна узнала об этом во времена Великой Отечественной. Из этой маленькой республики с фашистами воевали 95 тысяч человек. И больше половины не вернулись с фронта. Среди них семь отважных сыновей Алани, братя Гоздановы. Их подвиг живет веками. А памятник журавлям напоминает о доблести и чести. Семь журавлей установлены на подвижном каркасе. Когда дует ветер, они колышатся. Так смонтирован каркас. Это задумка скульптора. Как будто журавли со своей родовой башни вылетают и летят на фронт, на запад. Не меньшего восхищения достойные северо-осетинские женщины. Мы приехали к Богоявленскому женскому монастырю с первой и единственной в истории Аландской игуменией. В этом монастыре всего 20 сестер вместе с игуменей. Они занимаются сельским хозяйством. Выращивают овощи, фрукты, есть даже пасека. И единственный, так можно сказать, из мужчин здесь вот этот питомец, уголек. Задумайтесь только, какие колоссальные силы нужны девушкам, принимающим монашество на Северном Кавказе. Как? Согласно человеческой природе и местным традициям, где на вопрос, сколько у вас детей отвечают, пока три, всем сердцем служить Богу, отказаться от семьи, желание иметь потомков. Этот народ сильно отличается от нас, остальных жителей России. Именно женщины смогли возродить монашество в Горной Республике. Доказали, сила духа сильнее плоти даже мужчинам. В республике действует Свято-Успенский монастырь. И погода при посещении этих паломнических мест благоволит. Открылся Казбек, ледяное сердце Кавказа. Не успеваешь рассмотреть его, как внимание привлекает другая гора. По ее малахитовому бархату шустрой и ровной веревочкой спускается еще одно чудо. Атара овец, которая ведет к Касуля. Чем не подтверждение эта республика – край чудес. И, как говорит известный в мире северо-осетин Валерий Гергиев, нам еще предстоит узнать о кавказцах то, что способно удивить. Как вернуться с того света живым? Что поможет усидеть на строптивом осетинском скакуне? А также, что желает здравствующим? Сколько тостов по северо-осетинской норме произносят за большим столом? И сколько пирогов положено съесть гостю? Три пирога у нас не каждый день на столе. И почему в Северной Осетии в каждом проснутся ритмы гор? Не пропустите новую серию проекта «Красноярск-Северный Кавказ» в понедельник. Наталья Винокурова, Сергей Камашев. Новости. Генеральный партнер автопробега «Красноярск-Северный Кавказ» – Новоангарский обогатительный комбинат. Телеком-партнер проекта – компания «Мегафон». Надежная связь автопробега. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова